Тайна рухнувшего Успенского собора Олег Числавский Обозреватель, Украина 10 марта 2018 года Согласно легенде, московский князь Иван III венчался в московском аналоге храма Святой Софии, Успенском соборе Но так ли это на самом деле? В системе ценностей церкви в обязательном порядке существует такое понятие, как кафедральный собор, центральный, основный, титульный ее храм В Москве таким храмом был Успенский собор, построенный при халифе Иване, Калите, в 1326 году, в годы правления царя Узбека Как раз в то время, Москва наиболее активно пыталась стать центром русской церкви, и собор должен был стать новой ее основной святыней, затмив прежнюю святыню, Софийский собор Руси Киева Как сообщает Википедия, при Иване III храм перестал соответствовать статусу кафедрального собора крепнувшего централизованного московского государства При этом надо понимать, что централизованное московское государство, это отделившееся от всего христианского мира часть Золотой Орды, а вовсе не Руси Как это обычно нам предлагают думать московские историки Вероятно, предназначенный к сносу храм перестали ремонтировать, и он сильно обветшал, что и нашло отражение в летописях Летом 1471 года митрополит Филипп стал усердно помышлять о постройке нового каменного соборного храма в Москве, ибо старый, построенный калитую, от древности и от многих пожаров грозил уже разрушением Своды его уже были подкреплены, подперты древами толстыми Строительство нового собора огромных для того времени размеров было поручено русским зодчим Кривцову и Мышкину 30 апреля 1471 года состоялась закладка нового собора Начатое строительство не было закончено, так как доведенный до свода в храм обрушился после землетрясения, труса, случившегося в Москве 20 мая 1474 года Летописец свидетельствует, бысть трус в ограде Москве и церковь СВ Богородицы, сделана бысть уже до верхних камор, падеса в одном час ночи, и храме все потряса шаса, якой земли поколебатеса Иван III пригласил из Италии архитектора Аристотеля Феррованти, который, полностью разобрав остатки прежнего строения, воздвиг существующие здания по подобию Успенского собора во Владимире Храм был освящен 12 августа 1479 года митрополитом Геронтием Вроде бы ценного ничего в этой информации нет За одним лишь но, 12 ноября 1472 года московский князь Иван III обвенчался с ней в Кремлевском Успенском соборе Еще раз, смотрите как символично В 1471 году по указанию московского самозванца Ивана III на месте обветшавшего старого кафедрального собора, построенного в 1326 году первым московским халифом, Иваном Калитой, было решено заложить новый кафедральный собор, новой самозванной московской церкви Строительство было поручено московским мастерам, однако, когда до окончания работ осталось совсем немного, собор рухнул Но в ноябре 1472 года, в самый разгар строительных работ, с претензией на византийскую корону, Иван III обвенчался в храме, который был снесен по его же приказу, с константинопольской невестой Что, по мнению мифологов Третьего Рима, должно было олицетворять зарождение новой империи, пришедшей на смену ромейской, византийской? Отсюда ряд вопросов, где на самом деле все таки проходило венчание, нового императора и было ли оно вообще? Понимают ли московиты то, что построенный ими на обломках старого собора храм просто рухнул, что никак уж хорошим знаменем не назовешь? Забавно еще, что псковские мастера, осматривавшие обрушившиеся здания, сделали вывод, что известник Левито да камень не тверд, и за постройку нового собора не взялись Слышите? Камень на тверд И самое интересное, что Центральный Кафедральный Собор, который собственно и олицетворяет сегодня православную Москву, построил католик-итальянец, мошенник, обвиненный на родине в сбытии фальшивых монет И в сбытии фальшивых монет И в сбытии фальшивых монет